Микс Ньюс Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов И даже дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком Добрый вечер, дорогие радиослушатели Сегодня мы вышли в эфир чуть позднее Потому что у нас была интенсивная подготовка Наш стол в студии заставлен потрясающе красивой посудой и бутылками Но об этом чуть-чуть позже Сегодня мы поговорим в преддверии праздников О том, как правильно подобрать вино к новогоднему столу Развеем мифы, поговорим о каких-то известных фактах Сегодня в нашей студии Анастасия Виноградова Директор ресторана Изи Вайн Добрый вечер, Анастасия Мы, кстати, очень часто спрашивают А у вас фамилия настоящая? Вот я тоже хотела спросить Прежде чем мы перейдем уже непосредственно к нашей беседе и дегустации Я должна обязательно сказать, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью Мы ни в коем случае ничего не пропагандируем Но у нас тематически сегодня такой эфир И сразу же я объявляю конкурс Сегодня он максимально простой, но, как всегда, творческий Разыгрываем 50 евро подарочную карту в Изи Вайн ресторан И задача наших радиослушателей продолжить название Изи Вайн и, например, Изи Лайф То есть ваша какая-то интерпретация на название ресторана Итак, номера для ваших вариантов ответа Это WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Присылайте и в конце мы обязательно по традиции выберем победителя Что ж, Анастасия Сегодня у нас очень много всего, о чем есть поговорить Я собрала некие такие факты от наших радиослушателей Которые больше всего волнуют людей в преддверии праздников То, что есть какие-то мифы уже общепринятые И начнем, наверное, мы с предстоящих праздников Новый год, Рождество уже совсем скоро Как вы считаете, какие вина больше всего подходят к традиционному новогоднему столу? Ведь, как правило, если мы говорим про русскоязычное население наше Это там и селедка под шубой, и оливье Достаточно тяжелая пища И у многих Новый год вообще не ассоциируется с вином Больше это либо шампанское, либо крепкое Вот ваше мнение, это правда или нет? И как вот выходить из ситуации, чтобы не только шампанское, не только крепкое? Ну, для меня, например, Новый год, как для многих людей Если мы говорим о новогоднем столе, это такая своеобразная, такая мега-эклектика То есть, вы правильно сказали Всего много, дорого, богато Чтобы, как говорится, как встретили, так и проведем Поэтому, честно говоря, вот так вот прям тут заморачиваться Подбирать вина, как, скажем, при посещении ресторана Или когда вы устраиваете, например, какой-то, ну, скажем, романтический вечер Когда вас только двое, и третье – это вино Тогда можно серьезно к этому делу подойти А в случае такого обширного застолья Я предлагаю, опять же, это моя такая, скажем, субъективная И ни в коем случае не в таком авторитарном стиле Я предлагаю, скажем, выбрать что-то простое, легкое, понятное То, что понравится, ну, скажем, большинству людей за праздничным столом То, что касается нашей традиционной кухни Очень, мне кажется, вот нам мега подходит Да, вот если мы говорим про моменты, когда мы, скажем, уже сели за стол Но еще 12 не пробило И вот мы какие-то там легкие закусочки начинаем кушать Да, салатики, стартеры Потрясающая вещь У нас как раз бутылочка, перед нами Маркус Красный? Нет Вот это Вот это, да Маркус Молитур А рислинг, то есть рислинг – потрясающая вещь Потрясающий друг для нашей латвийской и славянской кухни Потому что, в принципе, у нас кухня очень похожа на немецкую И славянская кухня похожа на нашу и на немецкую Все жирно Сосисочки, салатики И чтобы все это, скажем, переварить Нам нужен, скажем, кто-то или что-то с очень высокой кислотностью Рислинг в любых своих вариантах Это, может быть, ов-драй стиль Который, в принципе, нравится большинству, скажем, женского населения точно То есть вино, у которого есть какой-то остаточный сахар Но в рислинге всегда будет высокая кислотность Поэтому этот остаточный сахар, он, скажем, будет всегда В такой очень приятной, ненавязчивой манере И вот сегодня я, Валерия, как раз принесла один из вариантов рислинга Вот сейчас мы, может быть, его можем уже разлить по бокалам и попробовать Пожалуйста Потому что сегодняшний эфир, он как бы так предполагал Некоторую дегустацию У нас в анонсе звучит даже слышно, как льется Поэтому мы сейчас нальем Вот представим, что мы сели за новогодний стол У нас какие-то салатики, стартеры и прочие легкие закуски И даже, может быть, пока мы еще не успели, только что-то готовим И это вино, оно всегда очень настроит на такой легкий праздничный лад Но понятное, оно очень вкусное, очень Маркус Молитур, да? То есть, может быть, если как-то это будет видно Надеюсь, что видно, да Кстати, я хотела сказать, что все наши вины, которые я сегодня принесла с собой В чемоданчике, они нам предоставлены нашими друзьями, ребятами из компании Noble Wine Ира, Роланд, спасибо вам большое Что меня снарядили в качестве Санта-Клауса То есть, вот это то вино, которое понравится, ну, скажем, тетушкам, маме То есть, людям, которые, может быть, с вином немножко на вы, которые, может быть, не очень сильно разбираются Но просто не хотят ничего слишком мега крепкого пить Это просто вот им будет тщательно весь вечер И я даже уверена, что они ничего другого не захотят пробовать и пить Именно рислинг, да? Именно рислинг Я не говорю, что вот надо просто идти в Noble Wine и все там покупать И только там Это просто, опять же, обратите внимание на рислинги, да То есть, от сухих вариантов до полусухих Потому что это всегда к нашей традиционной кухне очень подойдет, да Поэтому не думайте, что рислинг это очень какая-то кислятина Это совсем не так Попробуйте Опять же, приглашаю в Noble Wine, потому что там работают персоналы высокого уровня Они помогут, подскажут Ну, или ищите полусухие, сухие рислинги в магазинах Потому что это будет действительно, если мы говорим про белое вина Это вот, ну, реально не ошибетесь Ну, оно такое универсальное, да Так что, ну, чин-чин Да, надеюсь, что не будет цель Бокал у нас для белого вина, может быть, не очень идеальный Но вот как-то так получилось просто Ну, я думаю, что да Вы можете отправиться смело в Изи Вайн У вас будет такая возможность Кто поучаствует в конкурсе, я еще раз проанонсирую Там мы встретимся и поговорим, может быть, более подробно Более подробно, и бокалы там все подходящие Все попробуем У нас, да, конкурс проходит на номер 2-3-0-6-1-9-1 Нужно прислать свой вариант Значит, 50 евро разыгрываем сегодня в Изи Вайн Вам нужно продолжить Изи Вайн То есть, например, Изи Лайф Ваша какая-то интерпретация, что можно было бы добавить Второй строчкой под названием ресторана Да, ответ можно на 2-3-0-6-1-9-1 В конце мы разыграем и выберем победителя Теперь мы вас будем ждать В очередь тоже попробовать То есть, чувствуется вот так Вот по мне оно сладковато Сладковато, да Ну, поэтому для вас можно искать какие-то более версии по суше Еще раз говорю, что ресторанки на наших полках в любом магазине Они широко представлены, да И поэтому здесь, как говорится, можно не тратить большие суммы денег Чтобы выбрать хорошее вино, которое удовлетворит многих гостей за праздничным столом Если мы говорим, опять же, про белые вины Потому что, ну, как, например, второй вариант Мы сегодня, мы все вот так вот пробовать не будем Потому что, наверное, еще надо работать Мне это точно Поэтому некоторые вины, они будут как иллюстрация Я просто их принесла, мы покажем, расскажем То есть, может быть, для кого-то это будут какие-то варианты, о чем подумать И, ну, скажем, как поэкспериментировать Вот, например, еще один вариант Тоже белое вино? Тоже белое вино, но мы пробовать его не будем Это вердехо, это виноград, который, ну, преимущественно он выращивается Используется в регионе Руэда, в Испании И это как раз та самая альтернатива Всем, может быть, немножко надоевшему уже Sauvignon Blanc Который вот прям все пьют, пьют, пьют Потому что он тоже универсальный, он достаточно легкий Да, он всем нравится И, ну, вот, скажем, в моей работе мне это немножко, как сказать, не то, что напрягает Мне кажется странным, да? Вот все-таки, ведь мы, ну, мы люди, и мы должны идти вперед Мы должны экспериментировать, узнать что-то новое И когда вот все просто банально пьем одно и то же Там, не знаю, пиногриджио все время Или Sauvignon Blanc Но мне все время хочется спросить Ну, вам не надоело реально? Вот давайте попробуйте что-то еще Расширим границы, горизонты И вот это как раз вот вариант Если вы любите Sauvignon Blanc, попробуйте вердехо Ну, просто попробуйте Записывайте Это статистически очень похожий стиль Ароматика, сила, низкая кислотность, да? Поэтому, как вариант, вот для тех, кто любит Sauvignon Blanc Ну, Sauvignon Blanc, ну, вы как бы и так знаете, и так пробовали Попробуйте вердехо, да? То есть это тоже вариант и бутылочка из Noble Wine Ну, еще раз говорю, просто вот Маркиз Дрискал очень популярен Он во многих магазинах продается, тоже вердехо из Руэды Просто попробуйте, ну, точно не пожалеете Супер А если мы говорим про красный вина к новогоднему столу, что можно предложить? Скажем, я бы порекомендовала, опять же, что-то такое, что, скажем, в ароматике есть какие-то, может быть, нотки таких, не знаю, рождественских специй Что, опять же, очень хорошо бы с любым запеченным окороком бы сочеталось Потому что, ну, мне так кажется, что вот окорок – это просто такая традиционная штука на многих рождественских новогодних столах И поэтому сегодня, вот мы даже с Валерией мы разлили уже заранее в бокальчике, чтобы вино подышало Я сегодня принесла замечательное вино, опять же, испанское вино Риоха 2006 года Если мы возьмем, скажем, все испанские вина, которые продаются у нас в Риге, там есть 30 вин, 20 – это будет Риоха Это один из самых больших инотических регионов Испании, все его знают, все как бы этому региону доверяют И, опять же, особенно выдержанные риохи, если вы такие найдете и готовы будете потратить немножко больше денег, чем обычно Это вот, ну, просто потрясающая вещь, которую, ну, я бы, честно говоря, просто без окорока Просто вот так вот сидела бы, разнюхивала и наслаждалась вот этими нотками гвоздики, корицы Какой-то там табачные нотки, какие-то там, ну, немножко там дымчатые смоки, так называемые, да И поэтому не смейтесь над моим винным языком, потому что, может быть, это кажется иногда так как-то, ну, смешно и как-то очень так вычурно Но на самом деле в любой профессии есть свой какой-то сленг, свой язык Это нормально, да, да, то есть это вот нотки каких-то там, скажем, знаете, как табачные, вот эта вот, как называется, такая коробка, где табак хранят Да, 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 я поняла Вот, так что вот риоха, хорошая риоха, это вот просто, ну, подарок к вашему округу, да, и ко многим местным блюдам Как вариант, вот нас еще, опять же, это мы не открывали, это у нас Франция, Юг Франции, Кодерон Это тоже, опять же, бюджетный вариант хорошего классного вина Я знаю, что все очень много боятся, все боятся Франции как непонятного, сложенного, мега замороченного региона Все им кажется, что это очень дорого, очень непонятно, очень сухо, очень кисло На самом деле, как, ну, я тоже своим посетителям говорю Всегда помните, что в любой стране, в любом регионе есть запад, юг, север, восток, да Если вы хотите более фруктовые вины, всегда смотрите на южные регионы, на южные апельсионы Как раз вот Кодерон, это южный регион Франции Там вина более понятная, более фруктовая, то же самое, очень подходит к любым вашим местным блюдам Да? Отлично, ну что, мы можем это вино в риоху попробовать, да? Да, да Отлично Оно подышало Ну, я должна отметить, что мы открыли специально перед началом эфира, и запах уже у нас был Да, уже прям открыли, да, уже всю эту корицу и гвоздику мы почувствовали Такое с характером, я бы сказала, вино, то есть, наверное, кто любит совсем что-то легкое и сладковатое, это не про это вино Здесь нужно уже, опять же, какой-то некоторый подготовительный базис иметь, да, потому что это вино очень интересное Это вино 2006 года, да, то есть, ну, если говорить профессиональным языком, при выдержке вина появляются так называемые третичные ароматы То есть ароматы, которые появляются только с возрастом, и которых вы никогда не найдете в вине, там, какого-то 17-го, 16-го года И эта винодельня, она, ну, интересна как раз тем, что она очень долго выдерживает свои вина Конечно, это вложение финансовых ресурсов временных, да, но это потрясающее вино, которое, ну, вот мы сейчас почувствовали Все, что я говорила, и корица, и ваниль, и кожа, и какие-то там весны Очень пряные, она даже у меня ассоциируется вот от духи, когда приходите в нишевый парфюмерный магазин Вот если вы скажете, что вам что-то по душе более восточное, такое где-то даже удовое Да, чуть-чуть такая некая перчёность, но очень интересные такие вот моменты, когда обычно хочется нос засунуть И сидеть, и разнюхивать, и пытаться вспомнить, блин, я же знаю, я помню, что это такое, но вспомнить не могу, да Это как раз вот та вся ароматика какая-то очень интересная, да Лёгкостно нельзя, да, передать все эти носки К сожалению, да, это надо просто нюхать и пробовать, но для меня ещё вычаренная лёха – это какой-то, знаете, аромат овощного жаркого Такого прям, как бабушка делает, он стоит, на всю кухню пахнет, да, и вот это примерно тот же случай Ну, опять же, если говорить про каких-то ассоциациях, они у каждого свои, кто-то там что-то другое придумает, да, какие-то там свои ассоциативные цепочки Но вот мне вот жаркое у бабушкина овощное, да, поэтому рекомендую его, действительно, опять же, можно вас направить в Noble Wine, можно в любую другую винотеку, которых у нас очень много в Риге и которых вы можете найти замечательную Опять же, я советую выдержанную рёху, но кому-кому что, как бы, по каким-то финансовым, может быть, вариациям доступно, возможно, как лучше сказать Ну, я думаю, что сегодня будет максимально полезный эфир, потому что действительно новогодние праздники, вот и рождественские практически уже завтра, можно сказать, да Поэтому всё-таки разбираться в наше время и не покупать просто по, там, этикетке, да, или что-то где-то слышал, ну, нужно уже быть таким, ну, как подкованным в этом вопросе, да Ну, или выбирать хороший магазин с хорошими консультантами, где ребята там или девушки хорошо разбираются Мы ещё забыли вот последнюю, последнюю, обсудить самую важную, в принципе, вещь, это шампанское или то вино, которое мы поднимаем, ну, когда уже бьют часы 12 раз Да, шампанское, мы поговорим об этом после рекламы, нам нужно уйти сейчас на небольшую паузу, открытая кухня в прямом эфире Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире открытая кухня, и сегодня у нас, наконец-то, винная дегустация в прямом эфире, в прямой трансляции В гостях у нас Анастасия Виноградова, с такой фамилией, которая прям говорит о том, что причастность к винам очень такая уже прям с рождения, я бы сказала Директор, да, ресторана Easy Wine Мы сегодня раздаём советы, развеиваем мифы, пробуем, ну и, конечно, разыгрываем 50 евро в Easy Wine ресторан И, значит, условия конкурса такие, вам нужно придумать продолжение названия ресторана Easy Wine, то есть Easy Wine или там Easy Life Вот, на ваше усмотрение, фантазию А мы будем это использовать в своих рекламных материалах Да, мы хитрые Да, потому что всё это очень, да, серьёзно, серьёзно отнеситесь Присылайте свои варианты ответов на наш номер WhatsApp, 2306191 И мы продолжаем нашу дегустацию и диалог Если мы поговорили уже про вино немного, шампанское, традиционно все покупают его тоже к Новому году Но многие считают, даже я была недавно тайным гостем в одном ресторане И у официанта спросила, а что входит там в коктейль? Шампанское Я говорю, нет, подождите, шампанское в этот коктейль не может входить Он говорит, ну, напишено же Sparkling Wine Я говорю, ну, это игристое вино, это, скорее всего, просека А, да? А я не знала, я думаю, что это одно и то же Вот чем отличается просека от шампанского? И правда ли, что после того, как ты попил хорошего шампанского, ты уже на просека не перейдёшь обратно никогда? Ну, по поводу того, во-первых, что у нас всё, что с пузырьками, называют шампанским Да, иногда, когда один у тебя, ну, такой вот запрос на шампанское Вали, гости, а у шампанское у вас есть И ты вот пытаешься обратить Насколько это будет некорректно спросить А вы имеете в виду шампанское из шампани или что-то с пузырьками? Да, поэтому здесь путаница очень большая И, может быть, это вот ножки растут из серии советское шампанское Да, когда мы просто всё смешиваем в одну кучу И, конечно, иногда просто это создаёт такую, ну, ситуацию, некое такое misunderstanding Потому что ты не понимаешь, что от тебя хотят Ну, конечно, шампанское – это шампанское, просека – это просека То есть, ну, отличие просто мега-мега большое Во-первых, отличие в технологии В истории, в технологии, в использовании садов и награда В затрате, скажем, финансово-временных каких-то показателей, да То есть, грубо говоря, просека, для того, чтобы сделать просека Есть такой метод, он называется шарма-мантинотти То есть, это, в принципе, ферментация проходит в таких вот специальных чанах То есть, закинули, отферментировали, закрыли в бутылке и как бы всё, релиз Виноград, который используется для просеку, называется глера Потому что раньше называлось просека Ну, когда просека стали делать в Австралии, как бы итальянцы немножко так запереживали И теперь просека может быть только в Италии, в определенных региональных, скажем, очерченных зонах И, опять же, если для любителей просека, я просто могу рекомендовать тоже Смотрите, вот выбирайте всё-таки просека из зоны канелиана-валдобьяна Потому что там всё-таки лучшие условия для просека, там гористая местность Но сейчас мы как бы не об этом А то, что касается шампанского, это, конечно, опять же, очень сложная технология Это когда наша вторичная ферментация происходит в бутылке То есть, так, может быть, быстро-быстро, мега-быстро на перемотке Как делают шампанское, может быть, кто-то не знает Может быть, для кого-то это будет полезно Берётся тихое вино, очень кислотное, с алкоголем примерно на 11 градусов Добавляется сахар, дрожжи, закупоривается в бутылку В бутылке происходит вторая ферментация Потом, скажем, от этих осадка избавляются То есть, может быть, вы видели где-то каких-нибудь на ютубе, роликах Когда специальный человек, он ходит эти, вот, скажем, бутылочки Крутит под определённым углом каждый день Чтобы осадок, он плавно переместился вниз И чтобы потом его можно было легко отделить То есть, потом вино выдерживается на осадке где-то года 3 Если считаете, уже время прошло И потом, опять же, специальная технология, как от этого осадка избавиться Добавляется снова вино, чтобы, скажем, восполнить Когда после открывания бутылки какое-то вино просто выходит Значит, заполняется вино и закрывается И уже, значит, можно его выпускать То есть, временные затраты Опять же, шампань То есть, регион очень маленький И производство шампанского тоже в какой-то степени лимитировано Поэтому здесь сравнивать очень сложно И по вкусовым качествам То есть, это богатый напиток, это мощный напиток Это напиток, который, опять же, если мы говорим про шампанское Существуют очень многие стили То есть, это может быть шампанское только из шардоне Только из белого винограда В таком случае будет написано на бутылке Blanche de Blanche Если это вино только из красного винограда То есть, пино нуар будет написано на бланженуаре Я уже заговариваюсь Вот И поэтому может быть более мощным Оно может быть, скажем, больше времени могло провести на своем осадке Меньше времени на своем осадке Может быть полегче, понасыщеннее С более таким хлебным ароматом, ярко выраженным То есть, кому что нравится То есть, спектр шампанского очень огромен И там уже вы можете выбирать то, что вам больше нравится Но однозначно, просто эко по сравнению с шампанским Кажется очень таким простым Да, да, да Блеклым Мне кажется, вообще оно химозным после шампанского Я вообще больше не могу Опять же, может быть, любой напиток, в том числе и вино Оно очень ситуативное Может быть, если просто вы с подружкой пошли на море, где-то там на берегу Сидите и, может быть, так как-то забежали Может быть, и просек в эту жару Просто вот что-то такое охладиться, освежиться А шампанское Ну, вот, например, у меня к нему такой пиетет, что так наскорую руку Я никогда его не пью Да, да, это должен быть случай Случай, еда, не знаю, устрица, что-нибудь Атмосфера, обстановка Атмосфера и так далее Я, если позволите, свой комментарий как от обывателя Да, непрофессионала в винной тематике Могу посоветовать, кому не нравится просека И кажется, что оно там чересчур где-то сладкое Где-то вот приторное, как для меня оно сейчас Понятно, что шампанское – это достаточно дорогое удовольствие Можно смело пробовать тогда креман Это такая вот серединка золотая И испанскую каву Потому что она гораздо такая Посидестнее, чем просека, однозначно Да, вообще, сто процентов Крема – это, в принципе, можно так, если упрощённо сказать Это практически шампанское То есть вторичная ферментация тоже происходила в бутылке Но это за пределами шампании То есть это будет, может быть, крема бургундии, луары, лиму, жура То есть французский регион, по-моему, там 8 или 9 Которых эти вины производятся Это шикарная вещь Это почти как шампанское Но более бюджетный вариант Но это не так дорого Потому что всё-таки шампанское действительно обязывает к случаю Каждый день, ну, среднестатистически Наш человек не будет его покупать, скорее всего, на какой-то повод А так можно себя побаловать и кавой, и креманом Будет и по кошельку не так сильно заметно Ну и проведёте также вечер за вкусным, но более высоким классом, чем просек Ну и, может быть, там буквально тоже двух словах А то я чувствую, что я тут сейчас разболтаюсь И мы не уложимся в рамки нашей программы Опять же я хочу вас направить на Blue Wine Магазин, где вот, если вы хотите что-то такое реально очень интересное Что вот нигде прям не достать, не увидеть, не попробовать Вот это вот просто вот к ним И вот сегодня одно из вин, которое мы думали как-то так немножко даже попробовать Но как-то не решили, что всё-таки мы слишком много вин, да И мы только вдвоём Вот вино С очень необычной пробкой Я надеюсь, что это будет видно Это вино сделано, это испанское игристое вино Это не шампанское Это вино сделано по старинному методу По которому шампанское делали много-много лет, веков назад То есть оно странное, но необычное То есть все дрожжи, которые, скажем, все дрожжи остались в вине, остались в бутылке И это как раз для тех людей, которые хотят что-то попробовать уникальное, необычное Которые готовы к экспериментам А по поводу того, что дрожжи в бутылке Ну вот, в принципе, мы же и пьём соки апельсиновые Там тоже вот эта вся мякоть, она Почему мы не можем пить напиток с дрожжами? Это всё довольно-таки полезно Там витамин В или что-то в дрожжах, да? Но на самом деле, попробуйте Опять же, рекомендую Это интересно Не знаю, насколько вы будете готовы к экспериментам В новогоднюю ночь Или, конечно, бабушке это вино наливать нельзя Но вот для креативных друзей Которые хотят как-то отметить Новый год по-особенному Поэтому и коллега очень любит это вино Ну, а сестра, а сестра, а давай ты оставишь его случайно И не повисёшь на передачу, да? Поэтому здесь, ну, для тех, кто готов к эксперименту Спасибо большое Анастасия, можно ли выбирать вино по этикетке? Как вам такой вот вопрос у наших слушателей? Я знаю, что так выбирают очень многие по этикетке Красиво или некрасиво? Кто был в нашем винном баре, тот знает, что у нас стоят специальные аппаратики Потому что звукорежиссёр сейчас тянет руку, говорит я И как раз, когда не всегда можешь успеть подойти на помощь посетителям Они ходят и они выбирают И, знаете, 4 года мы уже работаем И я какую-то свою аналитику веду Мне безумно интересно, как вообще люди выбирают вино Если, например, нет консультанта, нет работника, который может какую-то там оказать помощь И действительно, не знаю, на процентов 50 Вот действительно по этикетке И вот смех смехом, а мы даже учитываем этот факт Когда выбираем вино, поставщики приносят новые позиции И мы смотрим на этикетку Потому что это мега важно Я, может быть, не столько по, скажем, собачке, кошечке, барашке Там всё что угодно, домике Но всё-таки это, конечно, на мой взгляд, это очень забавно Но это неправильно, потому что, знаете, плохие производители могут этим пользоваться То есть красиво оформить бутылочку и налить туда непонятно чего То есть я бы всё-таки советовала руководствоваться, ну, скажем, какими-то цветовыми названиями Скажем, если вы пьёте вино, ну, наверное, что-то вы знаете Вы что-то уже пробовали и можете уже как-то для себя дефинировать Нравится, не нравится Поэтому вот придерживайтесь вот этой колеи, да, вот нравится вам Мерло Ну, попробуйте все Мерло со всего света, там, французские, чилийские Сравнивайте, изучайте Совеньон блан тоже, кстати говоря, вот не надо только новозеландский пить Потому что есть итальянский совеньон шикарный И Франция, Луара То есть всё-таки лучше информативный выбор Потому что этикетка может очень сильно подвести Так что мой ответ был бы такой Но это важно Конечно, конечно, и, кстати, я от себя хочу добавить лайфхак Очень удобно, если вы идёте, например, на свидание с девушкой Хотите купить красивое, но и вкусное вино Есть приложение, называется Ви-ви-но Вы просто заходите в магазин, берёте бутылку, фотографируете Ну, как бы там наводите, как а-ля сканер Вот, и вам выдаётся и рейтинг, и описание вина И серегистическая стоимость его по миру Очень удобно, если у вас нет вот какой-то такой базы Можно там всегда... Да, он, может быть, не совсем, скажем, профессиональный Ну, мы уже обсуждали, что если 100 человек сказали, что это было вкусно Ну, наверное... Ну, можно прислушать, по крайней мере, скорее всего, не отравишься Вот, к слову, про дорогие вина и дешёвые Как вы считаете, ну, и, конечно, тоже совет для наших радиослушателей Какая минимальная стоимость для вина, чтобы это было, ну, достойное, хорошее От которого не будет плохо Вот, ну, потому что мы сейчас видим в магазине огромный выбор И 3, и 5, и 6 евро, ну, естественно, выше Вот ниже какой нельзя опускаться цены, чтобы выбрать хорошее вино? Ну, конечно, вино должно сколько-то стоить, да То есть мы понимаем, что даже вот так Даже цена пробки самой, да Если мы говорим, что вино закупорено натурально И пробка из пробкового дерева Такие пробки тоже, я не помню сейчас точно По-моему, евро или сколько-то стоит, да То есть бутылка, транспорт, налоги, растаможка, да То есть если вино стоит, да, ну, вот 3-4 евро Ну, это очень как-то, я бы не рекомендовала такие вино покупать Даже на мега распродажах Но, опять же, смотря для чего Если сделать соус к мясу, да, это очень классный бюджетный вариант И, опять же, ну, есть, знаете, мои друзья так делают Точно, и они не стесняются Говорят, ну, а что я там буду тратить деньги? Там никто не разбирается, да Поэтому если пойти на барбекю, там просто для того, чтобы банально Как бы так разогреться, да, там с шашлыком Главное, чтобы голова не болела Остальное вообще вот непринципиально Но если мы говорим уже про какой-то другой следующий уровень Когда покупаешь вино для того, чтобы действительно насладиться Получить какое-то гастрономическое И, что очень важно, для меня тоже интеллектуальное удовольствие Да, вот как мы пробовали сегодня Риоху То есть здесь это всё на скорую руку Но это вино, с которым нужно медитировать И долго ему уделять внимание Поэтому я бы, опять же, вот Я где-то начинаю с 15 евро, да Вот ищу вино в магазине Потому что я понимаю, что Хотя, опять же, ну, какие-то могут быть мега распродажи, сейлы Но это нужно уже знать, что искать И какие-то вины, которые, ну, ты знаешь, да Там оно стоило 15, сейчас его как-то там Ценили вот к Новому году и так далее Что касается вин по мега ценам Тоже меня, ну, спрашивают постоянно Вот я куплю вино за 500 евро Я там, ну, большая что ли разница будет, да Надо чётко понимать Ну, вот мне нравится сравнение, например, с телефоном Да, вы покупаете телефон У меня у мамы такой кнопочный, да И, например, смартфоны, айфоны Да, там, конечно, есть разница, да То есть и вине то же самое Да, не надо ждать вот 5 лат, 5 евро вина Каких-то мега ощущений Технически, технически, да Если вы покупаете вино, там, скажем, за 50 евро Оно, в принципе, такое же самое, как и за 500 То есть мы доплачиваем уже за какую-то лимитированность За бренд, за имя, за производителя, за историю Да, то есть уже, ну, технически, в принципе, там большой разницы не будет Но что касается очень дешёвых вин Там нужно быть очень аккуратным Потому что, ну, опять же, главное, чтобы голова не болела Но вот 3-4 евро, а такие вина лучше не покупать Какая бы там распродажа мега не была Потому что, ну, такого не бывает Вино должно быть сколько-то стоить Сколько-то стоит, да Мы вот с вами тоже до эфира немножко затронули Вот что есть способ, как определить вино Испортилось или нет Потому что часто такое случается Вот что нужно первым делом сделать, чтобы понять, что эту бутылку пить можно Или нельзя Или нельзя, да Ну, скажем, две основные, две остальные проблемы Которые могут быть, скажем, техническая несправность вина И которые вы можете очень чётко сами прочувствовать Первое – это вино пробковое, да То есть пробка, которого заражена зелёной бактерией Звучит прям уже неприятненько То есть как бы ни обрабатывали эти пробки Всегда какой-то риск остаётся И, ну, опять же, сложно объяснить словами Но примерно, знаете, как пахнет мокрая картонная коробка Да, вот примерно такой же будет аромат И поэтому, когда, ну, все знают, да, когда открывается вино Обязательно нужно попробовать пробку Это не какие-то понты с амелье Или какие-то такие вот, не знаю, ну, какие-то фишки Да, это очень, это, на самом деле, это нужно сделать Потому что, чтобы убедиться, что вино не испорчено Потому что вы просто будете пить вино Которое будет отдавать этой картонной коробкой И зачем это вам надо, да То есть вы заплатили деньги И, ну, вином нужно насладиться И без всяких технических ошибок Как правило, ресторане такое вино нужно смело Отправлять обратно Потому что это вино пить нельзя Ни в коем случае Второй момент – оксидированное вино Вы знаете, я вот сама в некоторых магазинах Я видела белые вина, там, 2014 года Они уже такие прям жёлтые Жёлтые стоят Это миф или реально, что чем старше вино Тем оно там круче и вкуснее, и насыщеннее Скажем, нужно всегда понимать, о каком вине мы говорим Если мы, ну так, в общем, говорим про белые вина То это ни в коем случае неправда Потому что белые вина мы должны пить Чем моложе, тем лучше, да То есть сейчас мы пьём 17-18 А если берём какие-то новые, новосветские вина Там тоже новую Зеландию Можно пить уже 19-й Там уже всё быстрее происходит Если вино, белое вино, скажем Тот же ваш всеми любимый Sauvignon Blanc Вы видите, 2014 года, 2015, даже 2016 И оно уже вот на полке Оно уже такого жёлтого цвета Нельзя его пить ни в коем случае Потому что в этом вине уже начался процесс оксидации То есть когда вино белое стареет У него, в отличие от красного вина Оно теряется свои такие свойства То есть немножко пропадает кислотность Вино, тот кислород, который в мегадозах Проходит через пробочку Кислород окисляет вино И оно превращается в такой вот, знаете, как Ну, со временем как уксус, да Но он напоминает такой, не знаю, херес Это яблоки мочёные, да То есть вообще всегда обращается на цвет белого вина Потому что такими жёлтыми, насыщенными белыми винами Ну, десертные вина имеют такой цвет Либо какое-то бочковое шардоне Свежие белые вина, они должны быть светлыми Они ни в коем случае не должны быть тёмно-жёлтыми Ну, и избегайте всех этих старых годов Потому что бывает, ну, в маркетах, знаете, забывают Вот там на складе заставили, да Там где-то там у стенки потом наставили новый привоз Да, и это белое вино, оно там и погибло Да, то есть там потом вспомнили, вытащили Может быть, кто-то купит Поэтому старые белые вина мы не пьём Ну, вот последний у нас такой вопрос Как не испортить свою новогоднюю ночь? Есть, может быть, какой-то лайфхаб Помимо того, что нужно повышать градус, да? Ну, что бы вы посоветовали? Ну, конечно, чрезмерное употребление алкоголя вредить Да, но что вот можно делать, чтобы и на утро было хорошо И пить, наверное, много воды Вообще, я советую, не забывайте про воду Потому что, во-первых, алкоголь, любое вино Или всё что угодно другое Оно сушит наш желудок Поэтому мы всегда предлагаем сразу водичку Потому что, может быть, замечали, да? Вы пьёте вино, и у вас прямо, скажем, ну, такое ощущение сухости во рту Поэтому всегда пейте много воды Во-первых, она немножко вам поможет так сильно не переборщить с алкоголем И поможет немножко такой рековеринг сделать Вода, но и хорошая закуска, наверное, да? И всегда не переборщите, да? Потому что всё, что много, это уже нехорошо В том числе и вино Супер Ну вот, я думаю, что это прям очень-очень-очень полезный сегодня совет А всех я приглашаю в Изи Вайн Кстати, про Изи Вайн мы можем сейчас уже посмотреть варианты ответа Нам прислали уже порядка шести вариантов для Изи Вайна Ну и тогда зафиналить бокалом шампанского наш предпраздничный эфир Давайте я пока открою Посмотрим, что нам прислали Так, значит, первый вариант Изи Вайн Всё гениальное просто Второй вариант Изи Вайн Хэппи Майнд Изи Вайн Боди Файн Изи Вайн Тейсти Вайн Изи Вайн Скайлайн Это, наверное, от любителей машины, я не знаю Так, и последний вариант Изи Вайн Тру Энд Файн Вот такие у нас сегодня Ну, мне вот последний вариант понравился Последний Тру Энд Файн Да, такой трушный вариант Все были хорошие, все мне нравятся Ну, надо что-то выбрать И вот так мне понравился последний вариант Спасибо большое тем, кто присылал Так, я запечатлила нашего победителя Значит, 50 евро подарочная карта в ресторан Изи Вайн Для человека, который придумал вариант Изи Вайн Тру Энд Файн После эфира с вами свяжутся наши администраторы Расскажут, как получить приз Мы поднимаем бакалы Да, мы поднимаем тост за предстоящие праздники Красивые Всех наступающим Новым Годом Хороших вам интересных винных приключений И ждем вас с Визи Вайн Приходите, расскажем, поможем, напоим Анастасия, за эти 40 минут, я думаю, уже все наши радиослушатели Просто захотели прийти, потому что то, как вы рассказываете про это Это всегда просто, абсолютно, вот, ну, мед, бальзам на душу Спасибо большое Чин-чин Я тоже поздравляю всех с наступающими праздниками Это не последний эфир в этом году 30 декабря мы все-таки встречаемся еще, насколько я знаю Вот, спасибо большое Анастасии Виноградовой, Родиону Золотареву И до встречи в следующий понедельник Спасибо Чин-чин Да